Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По итогам первых четырех месяцев текущего года мы видим определенный рост по целому ряду ключевых макроэкономических показателей, в том числе по доходам областного бюджета 121,5%, это у нас данные за пять месяцев к предыдущему году, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 122,9%. Хороших показателей удалось достичь на рынке труда. На сегодняшний день показатели занятости в регионе выше, чем до пандемии. Ситуация в большинстве отраслей региональной экономики стабильна. Также удалось достичь выравнивания цен на многие товары и услуги. Глава региона отметил, что в этом процессе важную роль сыграли волгоградские предприниматели. Подавляющее число представителей бизнеса с пониманием ответственно отнеслись и относятся к формированию цены на выпускаемые, реализуемые товары и оказываемые услуги. Это тоже так. Поэтому, Ольга Александровна, я еще и в вашем лице хочу сказать всем нашим тем ответственным бизнес-партнерам большое спасибо за такую взвешенную позицию, ответственное отношение к делу. Вместе с тем, в отдельных сегментах рост цен все еще продолжается. Глава региона обратил внимание контрольно-надзорных органов на необходимость более жесткого реагирования на подобные нарушения. Также, с учетом сохранения рисков и санкций, Андрей Бочаров поручил разработать дополнительные меры поддержки. Принято решение о декапитализации основных фондов развития региона на сумму 1,7 миллиардов рублей. Вместе с тем, глава региона отметил, что нынешняя ситуация позволяет активно развивать новые отрасли экономики, в частности, внутренний туризм. По итогам весеннего туристического сезона и особенно майских праздников, Волгоградская область является одним из лидеров роста в целом по России. Мы прогнозируем, что и далее положительная динамика сохранится. Задел сделан хороший по инфраструктуре, логистике, предложениям на рынке различных, по различным туристическим услугам. На заседании совета также было отмечено, что в Волгоградской области уже действует 85 из 94 запланированных мер поддержки. Готовятся к запуску новые экономические механизмы. В частности, предлагается заморозить арендную плату за земельные участки для ряда категорий и оказать дополнительную помощь муниципалитетам. К этой работе необходимо более активно привлекать наше научное сообщество, ученых, экспертов, аналитиков. Необходимо максимально грамотно проводить оценку ситуации, ее прогнозирование, оценку рисков и формирование предложений по купированию проблемных вопросов. На основе выводов экспертов принимать оптимальное решение, оперативно реагировать на изменения экономической обстановки. Добавим, члены совета поддержали предложение главы региона об учреждении премии в области экономики имени профессора Олега Иншакова. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора в Волгоградской области. В Волжском активно внедряют зеленые технологии и переходят на альтернативные источники энергии. В прошлом году на одном из муниципальных предприятий города началась установка солнечных батарей. Они появились на четырех объектах канализационного водопроводного хозяйства и ремонтного цеха. Сегодня солнечную электростанцию запустили на городских очистных сооружениях. С ее работой ознакомился глава города Игорь Воронин. И здесь технология, опять же, солнце. Солнце дает энергию. Водоканал получает эту энергию и постоянно ей пользуется. Это важно, это нужно, это правильно. То есть солнце светит, электроэнергия поступает в рабочий процесс. Электростанции на городских очистных сооружениях – это 14 монокристаллических панелей. Они изготовлены по современным технологиям и обладают более высоким коэффициентом полезного действия. Срок окупаемости солнечных батарей – 4 года. Все монтажные и пусконаладочные работы были выполнены специалистами предприятия, что позволило на 20% снизить затраты на создание станции. Водоканал в прошлом году на четырех объектах мы установили подобного типа солнечной батареи, которые показали, что их работа эффективна. То есть за год мы сэкономили в рублях порядка 300 тысяч рублей, выработали 32 тысячи киловатт. Также здесь тип самой конструкции, он уже поворотный, он будет давать большую эффективность, больше КПД. На предприятии эта станция стала уже пятой по счету. В общей сложности на объектах установлено 120 солнечных батарей. Энергия от них используется для работы насосов, оборудования и освещения. Также руководство предприятия прорабатывает вопрос использования ветровых генераторов в прибрежной зоне Волгоградского водохранилища, в районе водозабора. Отметим, работы по переходу на альтернативные источники энергии ведутся в рамках проекта «Волжский-2050», который нацелен на снижение внешнего энергопотребления до нуля. В Волжском уже много предпринимателей, которые эффективно используют сегодня солнечную энергию. Это видно уже и на объектах. Сейчас отрабатываем технологию. Анжела Умбетова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». За два последних весенних месяца в Волжском появилось более 35 тысяч новых цветов. Волжан и гости города уже начали радовать клумбы с петуньями, бархатцами, львиным зевом и бегониями. Появились и новые розарии. 1400 кустов заполнили свободное пространство на разделительной волосе проспекта Ленина. Также в этом году специалисты по озеленению решились на эксперимент. И посадили не только однолетние растения, но и многолетние люпин и очиток. Такая мера позволит любоваться цветами с ранней весны. Администрация города отмечает, что за клумбами ведется регулярный уход. Их поливают и пропалывают. Камышинский драматический театр 4 июня 112-й творческий сезон официально завершил Камышинский драматический театр. Местных ценителей театрального искусства храм Мельпомены пригласил на премьеру. Комедию Франсиса Вебера «Ужин с дураком». Интеллигентный юмор, неожиданные повороты сюжета, точное попадание актерского состава. Встреча с героями всемирно известной французской комедии стала украшением праздничного завершения театрального сезона. Именно такую постановку, легкую, остроумную, но при этом пронзительную, камышане ждали очень. На взгляд режиссера пьеса Франсиса Вебера цепляет своей жизненной мудростью и чистым гуманизмом. Очень добрая, человечная, о человеке, о человечности, о том, что мы в этом мире, что мы из себя представляем, как мы относимся к другим людям. В оригинале пьеса называется «Ужин дураков», но вот мы немножко так исправили и назвали «Ужин с дураком». Это очень такое говорящее название. Мы решили попробовать сделать вот такой вот ход конем, именно остановиться, закрыть театральный сезон именно комедией. Не чем-то тяжелым, серьезным. Такие спектакли тоже нужны. Нужны спектакли, чтобы зритель думал, рассуждал. Но нужны и комедии, чтобы просто прийти, отдохнуть, посмеяться, почувствовать себя в этой ситуации, на месте этого персонажа. Благодаря главному персонажу пьесы, Франсуа Пиньону, очередной ужин-аттракцион парижских аристократов должен был выйти грандиозным. Ведь мсье Брашанам найден дурак наивысшего сорта. Но по воле обстоятельств история закручивается совсем в другую сторону. И еще неизвестно, кто в итоге окажется в дураках. Дурак, который меньше, чем за час, доводит твою жену до Адюльтера, а тебя до налогового инспектора. Вот то, стига! Тот, даже кто видел фильм, придет уже сюда, может быть, увидеть именно ту атмосферу. Но здесь будет совершенно другая атмосфера, совершенно другие персонажи. Здесь немножко не так. Это все-таки театр, и нужно давать все крупнее. Поэтому здесь и оценки крупнее, и эмоции выраженнее гораздо. Очень много потрачено сил. Я очень благодарен артистам. Они сделали очень много для этого спектакля. Художник, бутафор. Все очень постарались. И артисты, и цеха. Все плотненько поработали. Хорошо получилась. Хорошая, добрая, лирическая, трогательная такая комедия. На сцене КДТ комедия «Ужин с дураком» стала седьмой премьерой 112-го театрального сезона. По мнению директора учреждения культуры Маргариты Синчук, сезона замечательного. Для Камышинского драматического минувший творческий год выдался богатым на яркие события. Мы много гастролировали в прошедшем сезоне. Мы объездили половину Волгоградской области. Мы были в самом городе Волгограде. Мы были в республике Татарстан, в городе Бугульме. А через пару недель нас ждет область Саратовская. Мы приняли участие в первом областном театральном фестивале «Успех» и получили дипломы в самых престижных номинациях фестиваля. Мы выиграли президентский грант на постановку музыкального спектакля о композиторе Евгении Мартынове. Спектакль, которым театр закрывал сезон, – это образцовая комедия, вошедшая в энциклопедию знаковых постановок на отечественной сцене. «Ужин с дураком» олицетворяет настоящий театр. Хороший юмор, трогательные эпизоды. В образ главного героя, открытого всему миру, незлобного человека, органично вписался артист Алексей Перетятько. Глядя на Франсуа Пиньона, вспоминаешь о морали и уважении к личности. «Это ужасно, утомительно быть умным». «Ха-ха, не знаю, надо попробовать!» «Месье Бруша, обещайте мне одну вещь. Прежде чем назвать кого-то дураком, подумайте об этом важно. Обещайте. Я вам в этом клянусь». Мы все разные. Мы все не похожи друг на друга. И не надо считать кого-то глупее себя. И если даже ты так вдруг считаешь, ну держи это при себе. И вообще человечность, вот что нам сейчас не хватает в этом мире, человечности. Вот этот спектакль именно о человечности, о человеке. О человеке в человеке. Человечным, добрым, близким каждому. Таким получился ужин с дураком по-камышински. Два премьерных дня собрали два полных зала. Искренний смех публики во время спектакля под занавес бурные продолжительные овации. Легкая, остроумная и пронзительная. Эта комедия положений для местного зрителя наверняка станет одной из любимых постановок. Ведь она без срока давности. Александр Маяков, Евгений Кочаков, Камышин ТВ. Архитекторы Центра компетенции по вопросам городской среды встретились с молодежью Волгограда и обсудили создание художественной галереи на подпорных стенках нижней террасы центральной набережной. Дизайнеры, художники, граффитисты профильных факультетов вузов поделили своими идеями и наработками. Интересное предложение высказал и Олег Тыртов, художник, работающий в направлении стрит-арт. Опытный граффитист озвучил мысль, что в галерее можно изображать природные достопримечательности региона – краснокнижных птиц или животных. Олег уже участвовал в городских арт-проектах. Относительно технического плана. Я как художник хотел бы все равно предложить выделить, разбить всю протяженность стенки на сектора. И мы должны понимать, что у нас есть разные фокусы взгляда. То, что проходит, людям должно быть интересно заглянуть там внутрь. Поэтому у нас должны быть два плана. То, что масштабное, что привлечет внимание и уже частные вещи маленькие, которые можно будет, условно, увидеть, если ты только приблизишься туда. Есть предложение изобразить на подпорных сценах исторические этапы развития города, показав царицем Сталинграда Волгоград. Или представить город в лицах, нарисовав проекты выдающихся жителей. А можно просто показать и силу человека – волгоградца. У каждого жителя нашего города или не только близлежащих городов есть о чем сказать, есть что показать. И есть как именно украсить наш город с различных точек зрения его глубокой и великой истории. Если мы говорим о нашем городе, то можно показать саму силу города и силу творческую, поскольку в нашем городе мы знаем прекрасного великого художника Илью Машкова. И можно разорвить эту историю до глубины, до того, что у нас на самом деле очень творческий и креативный город. Ранее глава региона Андрей Бочаров на встрече с молодежью в Точке кипения в Техническом университете обратился к жителям с идеей о создании картинной галереи под открытым небом. Специалисты начали проработку данного вопроса и сбор мнений волгоградцев для того, чтобы в будущем создать единую концепцию по преображению подпорных стен нижней террасы центральной набережной Волгограда. Интересно, кто будет реализовывать. Сейчас стоит задача проработать варианты, что там может быть, как это будет выглядеть, граффити это будут, картины это будут, может быть какие-то световые инсталляции. Это очень интересный, очень сложный проект. Длина нижней террасы набережной составляет порядка пяти километров. И бетонная подпорная стена – это очень интересное пространство для реализации творческих мыслей наших художников, нашей молодежи, архитекторов. Предложения с инициативами, эскизы и готовый дизайн-проекты принимаются до 10 июня. Идеи по развитию Волгограда будут представлены общественности на форуме студентов и молодежи в конце месяца. Валентина Конышева, Анжела Умбетова, Вадим Шабанов, телеканал «Полкоград-1». Повторюсь, мы собрались здесь. Начало лета радует яркими красками и теплом не только на улицах, но и в выставочных завах художественной галереи. Вернисаж состоялся у известных камыши нехудожников, педагогов детской школы искусств Владимира Котова и Елены Сарафановой, которые приурочили свои выставки к юбилеям. Очень хорошо, что у нас такая замечательная традиция именно открывать юбилейные выставки художников. Это не только дает возможность подвести творческие итоги, но и дает возможность нам всем поздравить с днём рождения наших дорогих художников. Ученики знают Владимира Васильевича и Елену Валерьевну как талантливых преподавателей, которые могут пробудить фантазию и жажду творчества. В честь знаменательного события воспитанники поздравили своих учителей, исполнив музыкальные композиции. Теплые пожелания и слова благодарности выразили заместитель главы города Юрий Бачурин, председатель комитета по культуре Марина Таранова и председатель Камышинской городской думы Владимир Пономарёв. Спасибо вам за ваше творчество, с предстоящими у вас юбилеями. Желаю вам, конечно, дальнейшего продолжения, чтобы всегда была нестекаемая энергия, вдохновения, чтобы вы ещё работали, работали ещё и было впереди много юбилеев, и мы могли все вместе к Мышане радоваться вашим творениям. Спасибо. Помимо первых лиц города, поздравили художников их друзья и коллеги. Всех вам благ, успехов, здоровья и также продолжать радовать нас своими работами. Владимир Васильевич Котов входит в состав Союза художников. В зале разместилось 40 его полотен, которые объединены названием «Прекрасное рядом». Картины пронизаны чувством любви к малой родине, отражают повседневную жизнь жителей города. Владимир Васильевич – непревзойдённый мастер лирического пейзажа, и вместе с изображением природы ему удаётся передать живые, человеческие чувства. Если не имеешь мастерства, как можно учить? Потому что всё здесь взаимосвязано, и большое спасибо вам, 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 вам всем. С прикосновением лёгкой женской руки оживает всё вокруг. Это коснулось и другого выставочного зала, в экспозиции которого находятся 34 работы Елены Сарафановой. Творчество художницы многообразное и разноплановое, но в каждой картине она открывает свою душу. Поэтому не зря выставка носит название «Мои миры». Зритель смог найти натюрморт, пейзаж, иллюстрации к детским книгам и вдохновиться красотой и любовью, которыми пропитаны её работы. Именно Владимир Васильевич открыл для меня художественный мир. Меня в запах туда привели мама и папа. Вот, ни кабельки не жалею, и как бы у меня не менялось в судьбе что-то, да, меня как по кругу вело туда же. Понимаете? И я в любом случае оказалась там, где я должна была быть. Каждая картина в выставочном зале — это диалог художника и зрителя. Мастерам удалось подарить каждому пришедшему на выставку многообразный мир тайн, открытий и сказки. Снежана Шаповалова, Евгений Кочаков, Камышин ТВ. Всего один оттиск и почтовый блог превращается в настоящую коллекционную редкость. В день 350-летия первого российского императора Петра Великого в Волгограде провели гашение юбилейной почтовой марки. Площадкой для проведения торжественной церемонии стал областной краеведческий музей, где уже открыта выставка, посвященная царю-реформатору. Я считаю, что это достаточно знаменательное мероприятие для нашего музея, для Волгограда, для всех, кстати, коллекционеров, которые коллекционируют и открытки, и конверты. И вот сегодня как раз мы провели торжественное, так сказать, погашение этих предметов. Я думаю, что это будет интересно абсолютно всем. Специальный почтовый штемпель обладает особой ценностью для филателлистов. Он был выпущен специально к юбилейной дате, и поставить его оттиск можно только в этот день. Волгоград вошел в число 13 городов, где проходят юбилейные мероприятия. Символично, что данное мероприятие у нас прошло в музее, где представлены оригинальные экспонаты, посвященные жизни Петра I. На почтовом блоке изображена картина Серова Пётра I из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Кстати, история изображения портрета Петра I на почтовых марках уходит корнями в далекое прошлое. Впервые изображение этого императора появилось на марках, выпущенных в 1913 году, к 300-летию дома Романовых. Позже уже марки до времен СССР и уже практически до 80-90-х годов с изображением Петра I не выпускались. И только в честь Гангутского сражения наш известный художник Владислав Коваль выпустил почтовый блок, где в овале есть портрет Петра I. А во времена России уже пошли выпуски и вся родословная русских царей была отображена на марках. Современный почтовый блок уже выпущен в обращение в количестве 35 тысяч экземпляров. А марки с юбилейным штемпелем станут экспонатами Волгоградского краеведческого музея и филателлистических коллекций. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Я уже неоднократно участвовал в таком мероприятии. Активные жители задают много вопросов. Их интересуют не только свои житейские вопросы, но и вопросы обслуживания жилого фонда. Вот у нас уже несколько заявлений таких я записал. И мы в ближайшее время постараемся обследовать, принять какие-то меры и помочь нашим жителям. Я приглашаю, пользуясь случаем, приглашаю всех жителей в управляющую компанию обращаться. Для того, чтобы можно было решать проблемы по мере их поступления. Чтобы они не накапливались, можно обращаться письменно, электронно. Мы принимаем заявления по телефону и так далее. Ежегодно 31 мая на планете также отмечается Всемирный день отказа от курения. Информационные листовки о вреде этой пагубной привычки волонтеры раздавали в рамках традиционной акции «Бросил не курю». Параллельно продолжалось детское торжество. Оставить яркие эмоции на долгую память можно было в красочных фотозонах. Завершила большой праздник дружбы добрососедское чаепитие с пирогами. Александр Маяков, Сергей Пехтелев, Камышин ТВ В Волгограде сотрудники уголовного розыска задержали соучастника телефонных мошенников. На счету 41-летнего ранее судимого мужчины около 10 эпизодов, в результате которых потерпевшие лишились денег на общую сумму порядка 4 миллионов рублей. По данным оперативников, его действия координировались с кураторами из колл-центра, расположенного за территорией Российской Федерации. По указанию своих виртуальных работодателей, мужчина, который, по его словам, был осведомлен о своей роли в этой криминальной схеме, забирал деньги у жителей Волгограда, которым до этого звонили его подельники, сообщая о якобы попавших в ДТП их родственников. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники пользовались услугами таких незаконных курьеров. Все общение происходило посредством мессенджеров. Задержанный забирал деньги и переводил их на подставные счета. Суммы разливали. Я взялся потом в банкомат и переводил по указанному номеру. В телеге писал, что я все забрал. Что я забрал деньги. Все, он езжал к банкомату, писал ему, что я возле банкомата, он мне скидывал данные. Я подходил к банкомату и переводил деньги. Суммы, которых лишились обманутые пенсионеры, составляли от 100 тысяч до миллиона рублей. Так пожилая жительница Волгограда отдала 120 тысяч рублей за спасение дочери, которая якобы спровоцировала ДТП. Тут же позвонил мужчина мне, представился капитаном полиции и сказал, вот такая ситуация. Я понимаю, что ваша дочь такая женщина, которая не совершала никаких преступлений, ничего она не делала. И поэтому я хочу вам помочь для этого. Поговорили с отцом, назвал его фамилию, назвал фамилию дочери, мы поговорили с отцом. И он согласился о том, что на данный момент, если мы дадим деньги, то это самое уголовное дело, которое как бы тут же завел, вот я завел следователь, мы переконфицируем, ну, такое административное. Полицейские напоминают, в случае поступления подобного звонка, необходимо не поддаваться панике и немедленно перезвонить якобы пострадавшему родственнику. О звонке мошенников просят сообщать в полицию. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. В городе Волжском с поличным задержаны двое граждан одной из республик Средней Азии. Недалеко от местного санатория подозреваемые организовали закладки с наркотиками. Из двух тайников полицейские изъяли крупную партию метадона. По предварительной информации, задержанные занимались сбытом наркотиков около трех месяцев. Сейчас они находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы. Еще одного причастного к незаконным операциям с наркотиками установили в Дзержинском районе. 32-летний волгоградец был задержан нарядом ДПС с поличным при изготовлении закладки. У него обнаружено несколько доз метилофедрона. Сотрудники уголовного розыска в Волгограде задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на пенсионеров. Он дал признательные показания. Злоумышленник проникал в квартиры пожилых людей, угрожал им ножом или пневматическим пистолетом и похищал деньги и ценности. Чтобы припугнуть одну из потерпевших, он даже выстрелил несколько раз в пол. Сейчас установлено его причастной к совершению трех таких преступлений. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. В городе Волжском полицейские раскрыли угон автомобиля. Местная жительница поставила свою иномарку на ремонт в автосервис. Несколько дней она не могла получить ее обратно, а когда зашла в программу отслеживания местоположения машины, увидела, что ее автомобиль передвигается по городу. Женщина обратилась в полицию. Инспекторы дорожно-патрульной службы нашли автомобиль, а позже задержали и угонщика. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель, работник автосервиса. Установлено, что он взял иномарку клиента и несколько дней катался на ней. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде ожидается ясная погода. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 16, днем от плюс 23 до плюс 26 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова